Всем добрый день. Меня зовут Орлова Ксения. Я организатор цикла семинаров «Анализ открытых данных для НКО». Этот цикл мы проводим для проекта исследования НКО. Мы — это информационная культура. Делаем этот проект при поддержке фонда президентских грантов. Мы уже провели вебинары о том, зачем НКО проводить исследования, как формулировать гипотезу, как формировать дизайн исследования, также где искать данные о социальных проблемах, какие методы исследования выбрать и много других тем поднимали в рамках наших семинаров. Сегодня у нас будет второй урок, посвященный чистке и структурированию данных перед анализом данных. У нас произошла небольшая рокировка. Анастасия Уткина, к сожалению, еще не выздоровела. Поэтому у нас сегодня проведет наш сегодняшний урок Иван Бектин, директор «Ано информационная культура» и амбассадор открытых данных в России. Иван, передаю тебе слово. Ксения, спасибо. Коллеги, добрый день. Ксения меня уже представила. Меня зовут Иван Бектин. Я много лет занимаюсь работой с данными, очисткой данных. Собственно, я являюсь основателем инфокультуры. И тут есть некоторая разница в том, чем занимаются мои коллеги. По смыслу, но не по виду деятельности. Поэтому я буду рассказывать про чистку и структурирование данных к тем властям, в которых я лично принимал участие. Это будет касаться, в первую очередь, самих же некоммерческих организаций, их реестров и так далее и тому подобное. У меня сегодня выступление будет поделено на две части. В первом я расскажу какие-то теоретические основы и расскажу немного про инструменты, которые используются. Во второй части я возьму один из инструментов и в нем покажу некоторые примеры того, как данные чистятся, структурируются. И под конец я покажу еще один инструмент, в котором уже происходит, так называемая, упаковка данных, то есть их подготовка к передаче официальной публикации. Все инструменты показать не получится, поэтому я просто буду давать некоторые наводки, их названия. Я думаю, что большую часть вы при необходимости сможете найти сами, ну, либо направить нам вопросы, на которые я и мои коллеги постараемся дать ответ. Давайте я начну с презентации. Сейчас презентация у меня будет как раз ровно чистка и структурируем данных. Итак, чистим и структурируем данные. Начнем с того, вообще, зачем это все нужно. Ну, и так понятно, что данные – это такая непростая штука, требует очень много технических навыков. Ну, вообще, зачем еще и не просто их собирать или кому-то передавать, вообще, зачем их чистить? Зачем уж тем более структуризировать? Казалось бы, такие, иногда кажется, бесполезные занятия. Первое и самое главное – это что для использования практически любых данных вам нужны достоверные или, как же он называется, чистые данные. Ну, например, если вы работаете с какими-то благополучателями, вам нужно обязательно правильное указание в ФИО, чтобы к ним правильно обратиться. Если вы делаете рассылку, вам нужны достоверные e-mail-адреса, чтобы почта доходила. Если вы делаете какой-нибудь реестр стационарных объектов, приспособленных для людей с ограниченными возможностями, вам нужно, соответственно, чтобы данные в нем были достоверны. Правильно указано там организация, либо название этих объектов, их геопозиция, ну и так далее. Второй тезис, который связан непосредственно с первым, это то, что общедоступны открытые данные чаще всего плохого качества. Ну, вот я могу сказать, что на примере реестра НКО Минюста примерно 25% информации в этом реестре содержит ту или иную ошибку, ту или иную степень достоверности, ну, фактически примерно 25% информации там недостоверна. И это, хотя и вопиющий пример, но не единственный, в большей части общедоступных данных, в том числе данных в таких источниках, как Википедия и многих других, данные либо неполны, либо не совсем достоверны, иногда часто совсем недостоверны, и требуют обязательно верификации, проверки и также структурирования, приведения к определенному стандарту. Данные могут быть в разных форматах, часто несопоставимы между собой. Примеры – это данные, связанные со статистикой, данные со своими статопоказателями, которые в разных источниках могут быть по-разному оформлены, и чтобы сопоставить их между собой, вам надо их сводить и каким-то образом интегрировать. Это, безусловно, проблема в том, что если вы строите любую аналитическую работу, вы не можете этого делать без сопоставления данных, и, соответственно, аналитика может быть построена только на более-менее очищенных данных, достоверных данных. И, наконец, структурированные данные необходимы для устранения данных, обмена с партнерами. Это все также, ну, некоторый вопрос репутации организации – это все часть ее непосредственно, можно сказать, как вседневной работы в случаях, когда работа с данными предусмотрена. Итак, ну, давайте поговорим на самом деле, что такое чистка данных. Первое – чистка данных – это процесс обработки данных, включающий. Первое – это идентификацию и подсчет ошибочных записей. Я приведу конкретные примеры. Пока достаточно того, что при работе с данными, в котором вы работаете, часто данные содержат ошибки, но эти ошибки не всегда можно удалить, не всегда можно исправить. Надо хотя бы подсчитать их количество, надо хотя бы их идентифицировать, чтобы понять уровень погрешности. Вторая часть – это исправление ошибок. Исправление может происходить как вручную, так и автоматически, так и автоматизировано, так или иначе. Это некоторый процесс чистки данных. Третье, немаловажное и связано в первую очередь со всеми статистическими показателями, иными показателями, например, связанными с анализом данных по годам, по временным промежуткам, по конкретным организациям, по объектам – это идентификация пробелок. Также в литературе часто это используется в понимании полнота данных. То есть, казалось бы, данные хорошо выглядят, красиво выглядят, все чистенькие такие, все поля заполнены, а за несколько лет информации нету, или за несколько месяцев, или по конкретным организациям, по которым идет анализ. И, наконец, удаление дубликатов недостающих записей – это также некоторая часть работы по списке данных. Очень часто этих дубликатов довольно много. Посмотрим примеры. Предположим, есть какой-то реестр организации. Реестр организации может ввести государство, реестр организации может ввести какая-то некоммерческая, коммерческая компания, здесь неважно. Но при этом в реестре много всего, в том числе информация не чистится. И для того, чтобы убрать повторяющиеся организации, происходит их дедубликация. Это удаление, соответственно, тех записей, в которых есть идентичные реквизиты. Например, коды ИНН и АГРМ. Это довольно распространенная задача, особенно когда данные сводятся из пяти-шести источников. Опять же, это часто очень сопровождается с задачей, которая связана с идентификацией и подсчетом ошибочного записи. Потому что иногда эти дубликаты являются дубликатами, а иногда, на самом деле, в этих дубликатах есть не дубликаты, а, скажем так, ошибочные записи. Я об этом уже дальше в конце в примерах расскажу. Уже конкретные примеры, где данные, повторяющиеся на самом деле, могут быть не повторяющимися. Так, идентификация подсчет ошибочных записей. Ну, например, в реестрах организации указываются коды ИНН и АГРМ. Проверка показывает, что многие из организаций коды ИНН и АГРМ невалитны. Пример этого – это наш любимый регулятор Министерства юстиции Российской Федерации, который ведет реестр социально ориентированных, ну, простите, не социально всех некоммерческих организаций. Так вот, Министерство юстиции, к сожалению, ведет это довольно халтурно. И у тысячи организаций просто не указаны коды АГРМ, невозможно продать ничего на них информации. И у, соответственно, тысячи организаций эти коды указаны неверно, и это коды, на самом деле, относятся к другим организациям. И также, соответственно, дубликаты и иные проблемы. Коды не проходят в валидацию, собственно, и не всегда эти данные можно удалить. То есть прежде чем их удалять, надо убедиться, это повторно внесенный дубликат, либо это просто сведения об организации внесены неверно. Исправление ошибок – это одна из самых распространенных процедур при любой идентификации ошибок. То есть вначале, если происходит верификация, идентификация сведений с кросс-реестрами, опять же, привожу примеры с реестрами юридических лиц, но это, безусловно, не единственный реестр. Например, у нас есть реестр Министерства юстиции и есть единый государственный реестр юридических лиц – ЕГРЮЛ. Для того, чтобы проверить, насколько достоверны данные в системе Минюста, мы берем ЕГРЮЛ и сопоставляем буквально по названиям, по катам классификации, по идентификации субъекта федерации, который тоже указан в ЕГРЮЛе, и смотрим там, где идут расхождения. Когда мы находим эти расхождения, мы отмечаем эти записи как ошибочные, и дальше исправление ошибок где-то может быть автоматизировано, например, с заменой записи из ЕГРЮЛа, записи в реестре Министерства юстиции. Либо это должно происходить вручную, то есть кросс-перепроверкой данных и там, и там. И, наконец, идентификация пробелов, то, о чем я уже рассказывал, это в статистическом показателе очень легко могут отсутствовать данные за какой-то период времени. Анализируя статистику, мы очень часто сталкиваемся с тем, что статистика к какому-то непрерывному временному ряду может быть доступна только начиная с определенного года. Либо другой пример, например, когда мы анализируем объем некоммерческого сектора, мы используем данные по бухгалтерским балансам, которые публикуют Росстат, данные ЭГРЮЛ или иные данные, связанные с раскрытием именно финансовой отчетности. И, разумеется, если эта отчетность отсутствует у каких-то организаций, мы не можем сделать адекватное сравнение, мы не можем обеспечить достаточное качество аналитической работы по причине, опять же, что низкого качества данных чистки, это то, что при идентификации пробелов, конечно, эти пробелы достаточно большие. Поэтому очень часто чистка данных предшествует любой аналитической работе, предшествует любому процессу уже интеграции данных непосредственно в какой-то конечный финальный продукт. Другая часть – это структурирование данных. Если я уже говорил, что чистка данных – это использование разных механизмов исправления ошибок, то структурирование – это перевод из одного формата в другой. Структурирование, по сути, это когда, например, есть какой-то стандарт, есть какой-то формат, есть некоторое описание, и нам необходимо привести эти данные к некоторой согласованной структуре. Собственно, применение стандартов обмена и публикации данных, в том числе, это некоторые международные стандарты, какие-то SDMX, GeoJSON, Frictionless Data и много других. Они используются в тех случаях, когда вы хотите соответствовать некоторым внешним требованиям для того, чтобы, например, обеспечить в том числе качественное применение ваших данных. И, наконец, это очень важно для хранения и передачи данных в машин читаемых форматах. То есть не секрет, что очень многие данные до сих пор ведутся в неструктурированном виде, то есть в худших сценариях это просто текстовые файлы, в лучших – это какие-нибудь таблицы, которые встроены в документы Word и преобразуемые, соответственно, в будущем в Excel. Но, как бы то ни было, структурирование данных – это приведение к некоторым форматам для хранения, передачи, опять же, применения стандартов объекта. Я приведу некоторые, опять же, живые примеры. Предположим, вы хотите поработать с данными статистики. У вас есть сведения по субъектной федерации по COVID-19, сайта StopCoronavirus или другого ресурса. У вас есть какие-то данные внутреннего регионального продукта. И у вас есть данные по бюджетам субъектов федерации. Вы немедленно столкнетесь с тем, что во всех этих случаях данные приведены в совершенно разных форматах. Данные по бюджетам субъектов федерации, приведены в федеральном казначействе в формате Excel, без указания кода субъекта федерации по конституции. Просто название. Такой, такой, такой. Данные по ВРП, либо вам придется брать из данных Росстата, соответственно, с их стандартным описанием, там просто тоже будет название субъекта федерации. И данные по COVID-19, может быть, при извлечении данных с сайта StopCoronavirus, будет код субъекта, хотя я не уверен. В любом случае, вам придется сводить эти все показатели, а также какие-либо другие, к некоторому универсальному формату. Для этого использовать референтные справочники кодов субъекта федерации. То есть идентифицировать, какое название к чему соответствует. Поэтому я скажу сразу, что не всегда автоматически можно определить название код субъекта федерации, хотя это более-менее просто, но это прям неэлементарно просто. То есть иногда приходится для этого применять дополнительные усилия, потому что есть некоторые разночтения в написании, в том числе и некоторые неграмотные написания. Если мы все то же самое, поговорим про данные статистики, уже на более низком уровне, то есть детализация до муниципальных образований, то здесь уже точно огромное количество проблем возникает. И без кодирования наименований муниципальных образований по коду классификатором АКТМО или АКТО, то это будет уже крайне сложно. Поэтому для этого есть структурирование данных, приведение к некоторому унифицированному формату использования референтных справочников. Другой пример – это, предположим, какая-то организация хочет перевести реестр объектов строительства из формата MS Word в Excel или в XML. Соответственно, для этого данные копируются в начале из файла Word в Excel или, например, в другой, и дальше экспортируются в машиночитаемые форматы для того, чтобы с ними, в принципе, можно было работать. Следующий шаг – уже сложный пример. Это я уже упоминал статистику. Вот для статистических показателей есть специальный стандарт, он называется SDMX. Это сложный стандарт, плохо переведенный на русский язык, он в основном существует на английском языке, применяется статистическими службами многих стран, иногда кое-где применяется Росстатом. Но для того, чтобы его использовать, надо довольно много приложить усилий для того, чтобы данные публиковать в этом стандарте. Это некоторый формат использования. Другой пример стандарта – это стандарт GeoJSON. Это стандарт, используемый такими картографическими сервисами, как Google, как Яндекс, соответственно, Google карты, Яндекс карты, как и другие, на самом деле, картографические сервисы, которые позволяют относительно простым образом загружать данные в картографическую систему и получать отображение точек на картах. Соответственно, стандарт предусматривает описание наименования, координат и какие-то дополнительные атрибуты, которые можно использовать в своих системах. Соответственно, если вы хотите сделать реестр объектов, пригодных для посещения лицами с ограниченными возможностями, то вам придется готовить данные, скорее всего, в этих форматах. Либо вначале в промежуточных форматах, потом преобразовывать именно в этих форматах. И в любом случае, если вы хотите не просто загрузить на эти платформы, а делать какой-то свой продукт, это все правильно делать изначально подобным образом. Поговорим немножко об инструментах. По каждому инструменту я рассмотрю здесь три подробно, еще несколько инструментов чуть более быстро. Первый инструмент, о котором я буду дальше его еще и показывать, это OpenRefine. OpenRefine – это самый мощный из бесплатных инструментов так называемого преобразования данных, или Data Ranging по-английски, который предусматривает возможность преобразования данных применительно к колонкам. То есть можно взять конкретную колонку и разными способами преобразовать данные в рамках этой колонки. В том числе используем языков программирования, там есть встроенная поддержка языка Python, есть поддержка других языков, таких как Gril, и еще использовал еще один из языков, я сейчас не вспомню, давно можно будет это увидеть, но все они основаны на коде Java и, соответственно, решение над Java, в том числе язык Python на Java. Он позволяет импортировать данные в Excel, CSV, JSON, JSON-Line, это специальные форматы, работа с данными, настраивать фильтр на любые данные и идентификацию полей данных, в том числе с некоторым автоматизированным. Возможность определения, что это за тип поля, который можно тоже переуказать, и, соответственно, с экспортом этих данных уже после некоторых преобразований в результат. Я в живом примере покажу вам, как работать были средствами социально-ориентированных НКО, которые ранее публиковало Министерство экономического развития. Я вам покажу не финальный уже перечень, который они вычистили после наших комментариев, а то, что они публиковали изначально как довольно плохой набор данных, и я расскажу, чем он был. Второй пример – это Deita Curator. Он не так хорошо известен, у него очень специализированная область применения, хотя она, несомненно, полезная. Он создан правительством штата Виктория, Австралия. Он также бесплатный инструмент с открытым кодом. Вот здесь по ссылке вы можете увидеть, и если вы какие-то ссылки пропустите, то мои коллеги могут прислать вам презентацию. У него есть много разных функций, но две самых важных я опишу. Первая – идентификация полей данных, он умеет это идентифицировать, определять, что это строка, число, это дата. И второе, немаловажное, есть специальный стандарт для публикации данных, называется Frictionless Data, который позволяет обеспечивать некоторый высокий уровень качества, качество, которое включает в том числе и метаописатель. И дата-куратор позволяет описывать каждую колонку, каждую таблицу, сам набор данных целиком, то есть если это несколько таблиц, экспортировать специальный формат, называется Data Package, который потом можно загружать на порталы работы с данными. Если вы хотите обеспечить уже профессиональную работу с данными в своей организации, то это, конечно, включает не только инструменты преобразования, обработки, анализа. Это, безусловно, самое сложное для инструмента документирования. Самое сложное, потому что никто не любит на самом деле это делать. Это кажется, ой, ой, это как все, так сказать, трудоемко, давайте мы тут сразу просто начнем это все использовать, а про документирование мы как бы не вспомним. Но по факту, если вы хотите, чтобы ваши результаты, ваши работы использовались повторно, то обязательно необходимо документировать. И вот Data Package, куратор, один из таких инструментов. Если сегодня хватит времени, я расскажу о нем чуть подробнее. Excel, да. Я не буду останавливаться здесь на нем слишком долго. Excel – это, с одной стороны, инструмент слишком очевидный всем, и, с другой стороны, не все знают все его возможности. В разделе работы с данными у Excel есть способы обработки данных, поиска пробелов, поиска ошибок. Но в первую очередь это, например, дедубликация. То есть, если вы ищете дубликаты в своих данных, Excel – один из самых простых и стартовых инструментов, которыми стоит воспользоваться. Из тех инструментов, которые, опять же, может воспользоваться каждый. Он крайне прост, довольно удобен, и он понимает очень много инструкций. То есть, можно, можете простым поиском, например, Excel D-Dublication, найти большое количество руководств, как на английском, так и на русском языке, которые все это расскажут. Но в данном случае я буду рассказывать не про Excel, поскольку Excel инструмент, с одной стороны, относительно простой, а с другой стороны, по нему уж слишком много общедоступных материалов, поэтому я буду рассказывать о инструментах, скажем так, промежуточной сложности. Потому что в следующем слайде я расскажу уже о сложных инструментах. Для тех из вас, кто готов работать уже на таком, достаточно низком уровне с данными, один инструмент разработали мы в инфокультуре, он называется Undatum, он преобразует и валидирует данные с командной строкой. Это инструмент командной строки, то есть его надо скачать, использовать для платформы Linux, или Windows, или Mac OSX, но это прям требует программирования. Это инструмент, разработанный на языке Python, и он, например, с помощью него можно проверять автоматически коды ИНН, АГРН в разного рода реестрах. Я могу сказать, что в нашей работе, когда мы автоматически проверяем разного рода реестры, публикуемые органами власти, то, например, с помощью Undatum мы проверяем те случаи, когда данные там были недостоверны. Другой инструмент, The Great Expectation, или это Большие ожидания, названный по аналогии с известной книгой, это автоматизированная оценка качества данных, очень продвинутый, довольно сложный инструмент, ну, сложный, в смысле, что он интегрируется с другими программными продуктами, но при этом активно используемый в огромном числе как открытых, так и коммерческих систем автоматического обработки данных, вот, называемых потоков данных, или Data Pipelines. Data Cleaner – это один из немногих бесплатных инструментов очистки и обработки данных, опять же, с открытым кодом его можно использовать, и, наконец, Сталинт Open Studio for Data Quality, это единственный коммерческий инструмент, используемый для очистки данных, но я его привожу, поскольку он есть бесплатная версия, его, соответственно, можно использовать, скачать и использовать для обработки данных, как правило, он используется для такой, предварительной обработки данных, для загрузки данных с СУБД. Инстумент при этом довольно мощный, я всячески рекомендую его использовать для достаточно сложных баз данных, с которыми вы работаете. Итак, спасибо за внимание. Если возникли вопросы по моей презентации, я готов прямо сейчас на них ответить. Если нет, я готов буду сразу перейти к продукту OpenRefy. Коллеги, есть вопросы? Видимо, вопросов пока нет. Давай, Иван, переходить и потом по ходу я помогу смодерировать из чата. Хорошо. Эдди, тогда сейчас давайте я прямо сразу и оттолю. Вижу. Ну что ж, тогда приступим. Я кину в чат сейчас ссылку на продукт, который я показываю, OpenRefy. Я использую версию 3.4.0, 3.4.1, о чем мне OpenRefy напоминает. Здесь, видите, есть некоторый набор основных действий. Можно создать новый проект. Сейчас этого делать не будем. Можно открыть готовый проект. Вот мы сейчас делаем СОНКО, тестовые данные. Импортировать проект. Я могу, например, сохранить те данные, с которыми я сейчас работал. Если кому-то будет интересно, я могу их выложить онлайн. И, соответственно, делать языковые настройки. Ну, у меня по умолчанию английский язык, потому что на русский там не так хорошо переведено. Но, в принципе, можно использовать русский. Итак, откроем конкретный проект. Он мне называется СОНКО и тестовые данные. В этом тестовом проекте некоторое время назад, когда Минэкономразвитие России опубликовала реестр всех социально-ориентированных организаций получателей поддержки на своем сайте, который был data.economy.gov.ru, мы столкнулись с тем, что даже просто базовая проверка выявила большое количество ошибок в этом реестре. Чтобы некоторые ошибки выявить, я и мои коллеги проверяли эти данные самыми разными способами. И то, что я показываю вам сейчас, это, на самом деле, уже некоторые сводные данные для ручной работы. А что было сделано до этого? До этого мы запустили специальную программу, которая прошлась по списку всех этих организаций. Вот у нас номер, полное название, короткое название, ДНН, ОГРН, ну, собственно, и все. Ну, и органы власти, которые эту организацию... В дальнейшем мы запустили скрипт, который первое, что я сделал. Проверил достоверность кода ИНН. То есть у кода ИНН есть последнее число, это проверочное число, распределяемое по специальной формуле. Мы запустили программу, которая добавила колонку в ИНН, true – да, false – нет. И мы добавили сбор данных по данной организации из других реестров. У нас был статистический реестр Росстата, регистр Росстата, вот он, от регней. И EGRULE name – это, соответственно, название организации из EGRULE. Мы специальным образом все эти названия, для того, чтобы сверить с первичным названием, выгрузили из этих реестров, также дополнили сведениями о коде АКФС, это код, соответственно, общащийся классификатор определения собственности, формы собственности. И КОДАКОПФ – это тип организации. Соответственно, регистрационный номер взяли, и дата регистрации, но это, опять же, с первичных данных. Вот АКВЭТ и АКВЭТ name, чтобы понимать, чем занимается организация. Наша цель была в том, чтобы в этом реестре выловить как раз все те организации, которых там быть не должно. По самым разным критериям. Из некоторых, скажем так, задача при анализе вот этого реестра СОНКО для нас была в том, чтобы выявить, не очистить просто данные, а наоборот, то, что надо вычищать, то, что должно было проделать Минэкономразвитие, найти те организации, сведения которых внесены неверно, направить их в Минэкономразвитие, сказать, ребята, какие вы нехорошие, неправильные люди, недостаточно квалифицированно проделали свою работу. Поэтому в данном случае наша задача не вычищать данные, а наоборот, вычистить те данные, которые хорошие, то есть мы считаем, что это реальные НКО, и наоборот, не вычищать те данные, которые плохие, чтобы показать, собственно, то, что там есть, чего-то быть не должно и так что же у нас тут тоже у нас тут есть давайте вначале посмотрим на достоверности на на грн что чтобы посмотреть опять же некоторая возможность который готов называется фасет фасет ствы кислены если у нас число у нас не число вас просто да нет line а если это дата вот и можно использовать но в данном случае не критично скоптер плоскость мы хотим визуализировать но лучше можем поступить просто нам достаточно текстовый фасет вот так и он фасет это некоторая соответственно проборка и он соответственно что пнн проверяется 23 тысяч 601 организации а у 572 организаций просто и нн недостоверен иначе говоря примерно 172 организация если например банки будут проверять на наличие организации в реестре они не найдут потому что банк будет работать не по названию вот эта организация по которым сведения точно не будут найдены в некоторых случаях можно даже что проблема была ровно в названии организации вот потому что видите здесь код дн стоит здесь 9 9 чисел но дети цифр со время как стандартной 10 и проблема оказалась в том что минэкономразвития силу 0 и здесь должен быть 0 я не буду сейчас сохранять и должен быть из того что они это пропустили то куда сократились и соответственно не прошли валидацию мы в принципе можем сейчас сделать дополнительную проверку подемонстрирую просто примеры того как с этим нужно так фильтр который у нас есть на ну да давайте кстати проделаем можем проделать следующим образом у нас есть код днн на основе этого кода днн создадим новую колонку здесь редактировать колонку и создать колонку на базе этой колонки и назовем ее и н н ленков длина и н н в луя то соответственно значение в этой колонке у нас интересует но нас интересует только длина это мы значение используем в языке я буду немножко иногда покашливать все но это не из-за болезни а потому что много говорю да соответственно и н н ленды размер код днн и мы получим здесь значение для того чтобы получить значение в языке питон это конструкция return даем значение лен соответственно и так мы видим что где-то 9 где-то 10 запомним эту конструкцию скопирую забыл что видите вот с левой стороны files и true если сейчас это применю это будет применю только к этим 172 мне хочется чтобы колонка появилась у всех тех значений поэтому свернемся отменю вот здесь фильтрацию по значениям снова вернемся создадим колонку так называемые снова и н н н н это не удивляетесь это такой нормальный процесс для этого есть индуанду я сейчас просто из-за небольшого количества времени не специально стараюсь не делать ошибки а так если время было побольше кого сделал количество ошибок как возвращаться к старым назначение так мы создали колонку который называется и н н линк она мать значение в зависимости от размера днм некоторый проверочный код и мы обнаруживаем что у 23 тысяч 930 9 записей этот код равен 10 а вот у какое-то количество других есть у которых нет у которых у тех которые труб с на 10 и 12 мы тут неожиданно обнаруживаем что опаньки а у а с 2 и 4 и 5 и коммерческой организации указан и н н физических лиц при этом поддающиеся валидации это очень интересненько давайте мы их отметим вот здесь вот мы включать их специальными звездочками интересно что мы нашли но вернемся назад посмотрим что когда у нас неверные как у нас в случае неверных и н н of примерно и 103 записи все записи в которых значение и н н в линии корректная но код проходит валидацию у огромного количества записей код на самом деле состоит из состоит из 10 плюс пробел при импорте данных могла быть ошибкой надо дополнительно проверять можно их потом дальше отметить опять же у некоторых организаций 12 почему-то у них импортировалась через запятую вот в каком виде данные были внесены въезды минэкономразвития 14 символов 21 символ то есть когда было введено видите в поле одновременно довольно много разной информации ну и в том числе когда никакая информация не было ведь элемент 8 элемент 8 и везде содержат или наши мы в целом с некоторой оговоркой что вот записи которых 11 и там лишний дел может у них есть валидные но все равно даже можем исходить из того что это не совсем так и при прямом импорте это должно учитываться поэтому мы можем взять те записи которых пометка фэлс и метить их вот давайте ну вот сделаем здесь старого отпадаете звездочкой все эти записи о том что с ними что-то не так или может быть либо старт либо флаг точно используется флаг то чтобы что-то удалять стар соответственно для того чтобы что-то отмечать в одном случае поскольку мы хотим не удалить а потом сохранить то что мы нашли ну мы давайте сделаем старым и так очень интересно то есть это самая базовая проверка мы проверяем реестр организации на предмет того что в нем внесенная информация достоверно нам еще повезло что ну минэкономразвития они с качеством данных не очень хорошо владеют хотя бы предоставили данных более-менее приличном виде смысле в excel формате а могли бы и отсканировать и pdf выложить как у нас делают некоторые другие органы власти вот и того у нас вот мы сейчас можем отфильтровать все те посеткой старт и нн-линк там уже больше не песен мы знаем что у нас у 177 организаций есть высокая вероятность посчитать что процент уверен что информация в реестром кого о них внесена неверно и теперь мы посмотрим на те организации по которым информация кажется что проведена верно то есть у нас есть валидные коды и соответственно коды относительно достоверное но при этом мы все-таки здесь не так я могу сказать из истории которые мы сталкивались по области госзакупок что одна из проблем при регистрации любых организаций с реквизитами в государственных реестров потому что они очень часто указывают не свои реквизиты реквизиты банка в которых они имеют открытые счета связано это с тем что если эти реквизиты используются для проведения каких-то платежей то то для банка при наличии кода ну соответственно и нн банка и расчетного счета банк поймет что надо перечислить этой организации очень многие индивидуальные предприниматели указывали не свои реквизиты а соответственно реквизиты банка но это делают также юридические лица давайте просто предположим что мы к этому реестру это не применяли вот нас осенила гениальная идея давайте проверим сколько из организаций которые внесены у нас в реестр санков на самом деле имеют реквизиты не их реквизиты банков некоторая такая теория и для этого мы будем использовать название организации будем искать что все-таки сотрудники минокровом развития не слепые они должны были увидеть о том что если там обняться просто ну и попробуем проверить по наименованию игрюл потому что выбирали реквизит и нн организации и запрашивали игрюла и соответственно игрюла должно вернуться то что к этому и нн привязан давайте проверим сделаем в данном случае текстовый фильтр вот сюда и попробуем здесь ввести какое-нибудь магическое слово это магическим словом будет банк ухты что мы видим 12 записей из реестр санков содержат сведения о банках еще нужно здесь оговориться что дедубликация то есть очистка данных здесь происходило до этого заранее поэтому возможно сбербанк на самом деле встречается гораздо чаще а может быть эту дубликацию все-таки именно к нам развития сама проделала но мы можем обнаружить что у нас есть азиатский ахиотянский банк это бгоо рекламного творчества аллеи мастеров что нивенгвинский клуб веселых и находчивых это углемет банк занская областная организация рязанской рсв это паосбербанк соответственно о банк сгб это школа интернат о ржд ну и так далее так далее всего не меньше 12 организации давайте быстренько пробежимся глазами вот в принципе вот сделаем отображение не по 10 записи на 25 все 12 поместятся и того мы видим что у нас по 12 организациям минимум мы знаем что это организации вместо них у кредиты банк давайте тоже пометим их того уберем теперь слова банк но это да кстати вернем его и когда мы смотрим на банк обратим внимание что видите написано публичное акционерное общество акционерное общество акционерный коммерческий банк акционерное общество ну это нужно водить на мысль а вдруг не только банки визиты банк используют давайте по поищем что ли может быть ключевым словом акционерная акционер наверно мы какие-то публичных цене 1 общество еще найдем перем по крайней мере они неправильно акционер нет это не совсем хорошо работает потому что когда мы будем слова акционерное мы находим что есть частное дошкольное образовательное учреждение детский сад личная организация в союзах не дает нам нужного значения получается если мы ищем просто слово акционерно а если мы поищем как например публичная публичное тоже эти публичные организации мы фактически банком вычислили то есть это указывают случайно реквизиты банков совпадает а то что могут случайно реквизиты коммерческих компаний похоже нет на всякий случай проверим что еще например общество с ограниченной ответственностью общество просто ограниченной нет ну так хорошая новость потому что с другими коммерческими организациями ничего не перехода себе должно нас радовать поверим наверно что-то последние по можем посмотреть там окрыт например о финансовом посредничество но можем этого не делать ну я вот здесь давайте приведу в пример попробуем сделать такой же фильтр положим на то не финансовых услуг но здесь же вопрос почему-то некоторые благотворительные фонды видеть оформлены как финансовая организация в основе финансовых услуг возможно этот критерий не очень хорошо работает вернется регистрируется с ним корректно давайте мы про то пока ограничимся будем исходить того что мы до конца не знаем тем критерием нам отсеивать эти организации уже по смыслу их деятельности но пока просто определимся что есть 189 организаций соответственно которые мы теперь можем просто экспортировать вот я выделил всех по звездочке старый троуз и делаю экспорт экспортировать я их могу соответственно в html excel формат xlsx более современный одф могу сделать экспорта в джейсон это вот 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 здесь позволяет выбирать форматы в которые можно использовать соответственно в на сейчас появилась интеграция с google таблицами и возможности выгрузки в мотоске все что я писал сейчас это пример работы по чистке преобразования дам если вот это все я экспортирую это будет пример того что можно отдать сотрудникам развития сказать ребята разбирайтесь у вас там усы а если я соответственно выберу все те записи которые не отмечены звездочкой и сохраню их это будут очищенные условно данные которые мы точно можем сказать что ну хотя бы они скорее всего достоверны это не полная проверка потому что более полная проверка требует этих более продвинутых программных интерфей инструментов которых я говорил это составили названий то что сейчас здесь автоматически не всегда можно сделать эта проверка по а вот смысловая проверка связаны с уже с проверкой кодов акведа к фс и всего остального мы это делали в уже в нескольких публикациях которые могли читать внутри сама минимальная работа это вот работа по сверке реквизита скажем так если при проверке любого реестра с которым вы работаете даже сверхе реквизитов не работы а ну приводит к тому что вы находите много ошибок скорее всего это лишь подтверждают то что в принципе данные реестра metce не качественно все что я описало справедливо не только для куда��만 но справедливо для любых данных том числе и собственных данных данных которыми вы работдают так пользователей американских компаний это в принципе описание некоторого подхода госданных, нанос приводливо для любых данных, в том числе и собственных данных, данных, которыми вы работаете, получив от коммерческих компаний. Это, в принципе, описание некоторого подхода, который относительно универсальный. Если возникли вопросы по OpenRefine, давайте я на них отвечу. Если нет, то перейду к инструменту DataCurant. Прошу вас. Коллеги? Судя по тому, что вопросов нет, давайте перейдем к инструменту DataCurator. Я сейчас тогда отключусь от браузера и включу уже непосредственный инструмент. DataCurator – это специальный инструмент по подготовке данных в формате DataPackages. уже кто-то что-то пишет в чат. DataCurator – он позволяет работать с данными для подготовки как раз в формате DataPackages. Кроме того, вообще, в принципе, описывать, очищать, анализировать данные. Давайте я вам покажу в качестве примера. Он уступает значительно, очень сильно уступает OpenRefine. Он не предназначен, на самом деле, такой чистки данных, как это делает OpenRefine, это DataBrandingTool, это DataDocumentationTool, DataDescriptionTool. Давайте возьмем. Вот у меня есть два файла, связанные с тем, что мы выявляем некоммерческие организации, которые относятся к государственному сектору. То есть, НКО, учрежденные органами власти федерального уровня и уровня субъекта федерации. Давайте, например, откроем региональный список НКО. Открываем как лицу с разделением запятыми, удаляем, чтобы была другая вкладка, бессмысленная довольно. Данные являются, таблица является экспортом данных из EGRU, в которых перечислены все организации по определенному типу. Вот видите, здесь код АКОП, идентификатор. Соответственно, есть год регистрации, код АГРН, код ИНН, наименование организации полное из EGRU, некоторый вид кода учредителя, соответственно, субъекта или муниципальное образование. Код 2, здесь означает субъект федерации. Код АКОП и дата присвоения АГРН. По умолчанию считается дата актуальной регистрации для всех организаций, которые были появились в 2002 году, когда прошла реформа присвоениям и нано-ГРН. Но это не всегда изначальная дата регистрации актуальной регистрации, которая может быть зарегистрирована еще в 90-е годы, или даже многие имеют дату регистрации совсем древнюю, в 20-е годы, в 20-е годы прошлого века и раньше. Соответственно, здесь первое, что можно сделать, это запустить команду GES, идентифицировать, здесь уже нет русского языка, и направлять тип play. Значит, для каждого прибута, для каждой колонки появилась возможность, соответственно, выяснить, а что же там корится. В данном случае это com, называется INN, напишем здесь, что это код INN, Весь этот инструмент приносит для того, чтобы все можно было подробно описывать. Кстати, это идентификационный номер налогоплательщика. Но он идентифицировал как число, на самом деле, извините, на самом деле это, конечно, не число, на самом деле это, конечно, строка. У ДНН это строка с некоторыми численными значениями, это у нас будем считать обязательное поле и уникальное. Можно дополнительно сделать проверки, но здесь не предусмотрена валидация, здесь есть только форматы, которые e-mail, uri, binary, uid или default. Мы пока не будем описывать, у них возможность расширения. Можно сразу проверить, валидацию проводят, проходит. Смотрим на другое значение. Год. Укажу опять же год. Год. Это не уникальное значение, но обязательно. Мы исходим из того, что во всем этом файле это значение должно быть. Код ГРН. Похож на INN, только другое значение. Опять же, код ОГРН. Я не буду расписывать подробно, напишу ОГРН. Это тоже обязательное поле. Наименование. Это полное... Я не буду сейчас писать подробно. Здесь он идентифицировал, что это строка, что это тоже обязательное поле. Оно уже не обязательно уникальное. Именование. Это число. Бернамбер, соответственно, просто повторяющиеся одно и то же значение. То есть одно на самом деле на файле может быть удалено. Он идентифицировал. Томат у него тоже некоторые базовые. Это тоже некоторое обязательное письмо. Типа организации. Код ОКУПФ. То же самое. И дата ОГРН. Вот он понял, что это дата. И, соответственно, будем сказать, что это дата по умолчанию. Все это обязательное поле. Дата. Кода ОГРН. Таким же образом описывается вся таблица. Здесь мы указываем лицензию. Мы указываем основной код. Это ОГРН в данном случае. Мы указываем, что это региональный гос.НКО. Здесь надо уникальны. ОГРН.ЖО. Региональный гос.НКО. Буду здесь выдаваться сейчас в подробности. Поставим, что это share-like лицензия. И опишем окончательный пакет уже. Это его название. ОГРН.ЖО. 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 Там ли это просто гос.НГО. Гос.НГО. Государственные НКО. Я не буду сейчас добавлять второй файл дополнительный. Сейчас будет достаться только одного. Версия будет 1.0. не 0.0. Так. По итогам у нас возникает файл, который мы можем экспортировать. Он говорит, что здесь ошибки есть. ОГРН.ЖО. Давайте посмотрим. Нужно краткое описание. Данный набор создан для тестовых пилей. Итак. Фактически, сейчас описав все это, я сохраняю файл, который будет в njo.jp. Это специальный пакет данных, который создан для сохранения данных на порталах открытых данных. В процессе подготовки и что-то немаловажно идет вычистка и вылидация этих данных. То есть, если на OpenRefine идет их очистка, то здесь это подготовка данных публикаций или передача кому-то. Если говорить про какие-то большие организации, большие проекты, как правило, этим могут заниматься разные люди. То есть, одна команда, которая там или несколько команд занимаются очисткой данных, сбором и выкладкой куда-то еще. И выделенный человек, который занимается тем, что берет набор данных, проверяет, расширяет, дополняет, описывает и итоговый пакет, который получается, это некоторый zip-файл. Сейчас я попробую его открыть и показать, как это выглядит. Это некоторый zip-файл, который в дальнейшем пользуется уже для публикации этих данных на порталах открытых данных. Это некоторая уже такая довольно особая область применения. сейчас я попробую найти это и показать. данные, которые мы работаем, с которыми мы работали, они у меня были сохранены в файле гос.мко, вот он, гос.мко, внутри которого, соответственно, есть файл data package, файл readme с описанием, в папке данных лежит ровно тот самый файл, с которым мы работали. Он уже преобразованный, очищенный, объезжает очистка, возможно, непосредственно из инструмента дата-куратора. Есть комментарий от Ольги о том, что надо объяснить, возможно, почему плохо, что ИНН-организации перепутан с ИНН-банком. Потому что, если, например, организации предусмотрены какие-то льготы, и он перепутан с ИНН-банком, то эту льготу получит банк, а не Сунко. То есть, условно, если указаны реквизиты Сбербанка или там реквизиты ВТБ, то что же после этого? ВТБ может пойти и сказать, мы, социально ориентированные НКО, не получите льготы, как с ОНКО. Ну, наверное, это не очень правильно. Наверное, это явные указаны ошибки. А с другой стороны, это организация, чьи реквизиты не указаны, этой поддержки не получат, потому что она пойдет в банк, банк пробьет ее, разумеется, ее учредительным документом по коду ИНН или АГРЭ, и скажет, а у вас нету. И придется долго разбираться, почему нету. Писать в оператор МОТО-реестр. Коллеги, я сегодня успел разобрать только два инструмента, честно, рассказывать про них довольно долго, особенно долго рассказывать про Excel, который, с одной стороны, самый простой, с другой стороны, один из самых таких простых, но продвинутых инструментов. Там очень много можно сделать с помощью макросов. Я могу сказать, что из дополнительных наблюдений, если вы работаете с большими данными, то есть, словно у вас данных достигают нескольких гигабайт, тогда, конечно, OpenRefine это идеальный инструмент. Он все это поддерживает. Если вы оперируете с данными, которых условно десятки тысяч записей, но не более того, то Excel достаточно в большинстве случаев, но не всегда. Какие-то вещи можно решить вообще только программным образом, то есть, используя инструменты вроде тех, что мы делаем Undatum или Great Expectations. Я могу сказать, что инструмент Undatum мы стали делать ровно когда он у нас стал потоком, например, проверять реквизиты поставщиков по госзакупкам. Мы просто скачиваем огромный набор данных 10 гигабайт в общей сложности файлов и последовательно проверяем по ним. Это можно делать даже на обычном стационарном компьютере и ноутбуке. Так, ну, давайте пока, если есть вопросы, пишите их. Я пока скажу, что это не последнее наше наступление нашего вебинара. У нас идет целая серия вебинаров в рамках проекта исследования НКО. Мы рассказываем о самых разных аспектах работы с данными. Все видео по итогам обязательно будут доступны онлайн в открытом доступе на нашем канале Инфокультуры. Если у вас есть какие-то вопросы, запросы, интересует работа с данными, я всячески рекомендую обратить внимание на наш портал открытых данных ngodata.ru именно для НКО. И, безусловно, если у вас будут вопросы, не стесняйтесь, пишите нам. Мы будем готовы раскрыть их подробнее. Итак, есть ли вопросы? И, безусловно, спасибо. 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 Коллеги, приглашаю вас регистрироваться на следующие наши вебинары. второй, третий урок из цикла «Анализ открытых данных для НКО» пройдет уже завтра в 15.00. И последний про визуализацию данных пройдет в четверг в 15.00. Также приглашаем вас регистрироваться. В чат прислала все ссылки, где вы можете ознакомиться подробнее с информацией. Ну, тогда мы будем завершать вебинар, если вопросов нет. Всем спасибо за участие. Записи и презентации будут опубликованы на YouTube Инфокультуры и на странице проекта исследования НКО. Тоже ссылки есть в чате. Также всем участникам сегодняшнего семинара дополнительно разошлем письмо со всеми данными. Спасибо. Тогда спасибо, Иван. Спасибо всем участникам. Мы завершаем. Пока. Всего доброго. ПОДПИСМЕНТЫ